Греховная природа может проявляться по-разному. Согласно второму посланию к Коринфянам, 7 глава, 1 стих, бывает скверно плоти и скверно духа. Это две разные категории. И я понимаю, конечно, что мы, люди, готовы признать некоторые грехи, а вот другие никак не признаем. Но в Священном Писании очевидно, что грехи равны, у них один и тот же источник. Вы помните о блудном сыне и его старшем брате? Вы помните, как блудный сын восстал против отца, ушел в чужую страну, все там промотал, прокутил, то есть дал полную свободу плоти. Его грех вполне очевиден. И он пришел домой, как блудный сын, вернувшийся к отцу. Он молил о прощении. Значит, у этого человека была скверно плоти, грех очевидный. Но у него был старший брат, и брат этот жил дома и вел себя правильно. Но у него тоже были грехи. Ревность, жадность, непринятие. Эти грехи он проявил по полной программе. Это грехи духа, скверно духа. Смотрите, когда мы начинаем сравнивать грехи, говорим, вот этот грех приемлем, этот неприемлем. Проблема вот в чем. Да, последствия грехов плоти гораздо более серьезны. Это несомненно. Но перед Богом скверно плоти и скверно духа ничем друг от друга не отличаются. Да, скверно плоти, грехи плоти проявляются, они видны. И мы начинаем именно их перечислять, говорить о том, что вот это ужасные грехи. Это неприемлемые грехи. А с этим как-то можно мириться. Ну, если человек полон ревности и начинает сплетничать, ну, ничего страшного. Я говорю людям так, если вы хотите перечислять грехи, используйте, пожалуйста, Божие перечисления, Божьи списки. Например, притчи, 6 глава, 16-19 стихи. Вот шесть, что ненавидит Господь. Даже семь, что мерзость душе Его. Смотрите, шесть, что ненавидит Господь. Семь, мерзость душе Его. Что это такое? Глаза гордые. Вы слышали когда-нибудь, чтобы на членском собрании церкви разбирали поведение кого-то за его гордые глаза, за его гордыню? Дальше. «Язык лживый» и «руки, проливающие кровь невинную». Сердце, кующее злые замыслы. Ноги, быстро бегущие к злодейству. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Бог все это ненавидит. Это Божий список, Божие перечисления, не наше. Но мы получаем общее представление. Смотрите, в этом списке перечислены и грехи плоти, и грехи духа. Но большинство из них — грехи духа. Еще одно перечисление. Послание Галатам, 5 глава. «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Смотрите, здесь есть и грехи плоти, и грехи духа. Это очевидные вещи. Не забывайте об этом, когда мы с вами будем обсуждать наш вопрос. Потому что, когда мы будем говорить о том, что кто-то пал, кто-то упал, прежде всего людям приходит в голову безнравственность, поступки, связанные с половыми вопросами. Что он сделал? Как он упал? Ну вот, ушел от жены, он смотрел порнографию, он ходил к женщинам и так далее. Но обычно именно по этому поводу возникают вопросы. Да, это страшно. Да, это ужасно. Я в этом не сомневаюсь. И ужасны последствия этих грехов. Особенно, когда эти грехи продолжаются много лет. Но, когда мы говорим, что важно только это, мы пренебрегаем всем остальным. Мы говорим, что другие грехи, такие как сплетни, зависть, раздоры между братьями, они в принципе приемлемы. Нет, не приемлемы. Их точно так же Бог ненавидит. И точно так же нам нужно их остерегаться. Вот мы с вами заложили определенную основу. А теперь давайте поговорим о том, что я называю анатомия падения. Давайте разложим падение на составляющие. Как это произошло? Мы уже знаем, какие у нас враги. Плоть, мир, дьявол. Мы знаем категории греха. Скверно плоти, скверно духа. Но не бывает так, чтобы падение произошло внезапно, вдруг. Говорят о том, что крушение в христианской жизни никогда не происходит в результате случайного порыва ветра. Скорее, это постепенная утечка. Цепь компромиссов. У меня есть замечательный друг. Один из моих лучших друзей. Он прошел ужасное падение. Этот человек ходил с Богом. Все у него было нормально. Бог через него служил. Его использовал. Звали его Джефф. Он преподавал в школе. Он играл в американский футбол. И основал свою организацию. Дело в том, что его сыну в детстве поставили диагноз лейкемия. А медицинской страховки у него не было. И вот учащиеся в его школе собрали деньги. Более 200 тысяч долларов на оплату медицинских счетов. И вот из этих денег они с женой создали организацию. Называется эта организация Sparrow Clubs. Задача этой организации была в том, чтобы дети в средней или старшей школе нашли ребенка в школе, школьника, у которого есть серьезная проблема со здоровьем. И чтобы этому ребенку помогали, чтобы его поддерживали, чтобы ему собирали деньги, чтобы оказывали поддержку. И Джефф написал замечательную книгу об этой организации. И книжка стала бестселлером. На основе этой книги сняли фильм. Были выступления на эту тему. И вот у него, его жены, было пятеро детей. Это было действительно хорошее служение. Всеамериканское служение. Джефф писал и другие книги. Ездил по всем Соединенным Штатам. Он выступал. Он рассказывал о служении. И Господь изливал на него свои благословения. Было замечательно видеть его и его служение. Мы иногда встречались с Джеффом. Он мне очень нравился. Потому что я видел, насколько этот человек хочет служить Господу. И вот Джефф пришел к тому, что в служении стало не хватать денег. Люди, которые поддерживали это служение, не смогли выполнить свое обещание. И вот денег становилось все меньше и меньше. Джефф сократил свою зарплату. Он уволил некоторых сотрудников. Он пытался больше работать, чтобы развивать служение. Но ничего не получалось. Проблем становилось все больше и больше. И вот как-то Джефф отправился на одну встречу. Встречу бизнесменов. Но там также угощали алкоголем. Дело в том, что Джефф в молодости выпивал. А потом перестал пить и не прикасался к спиртному на протяжении 20 лет. И вот тут, на этой встрече, он выпил вина, и ему стало лучше. И потом, когда приходил стресс, он снова выпивал. И все вроде бы было нормально. Никто ничего не замечал. Но денег в служении становилось все меньше. И выпивал он все больше. И вот, наконец, им пришлось продать дом. Им пришлось объявить банкротство. И Джефф запил. Запил по-настоящему. Его отстранили от служения. Он пошел в реабилитационный центр. И вот в этом реабцентре Джефф прошел через тяжелейшее время реабилитации, чтобы освободиться от алкогольной зависимости. Потом он вышел из реабцентра и снова запил. Жена от него ушла. Дети от него ушли. Дома у него уже не было. И Джефф остался на улице. Ему некуда было идти. На протяжении двух лет он был бомжом. Тяжелейшая ситуация. Смотрите. Человек, которого использовал Господь. Через которого Господь трудился. Но дьявол нашел его слабинку. Показал ему алкоголь. И плоть его нашла наслаждение. И все. Постепенно, постепенно человек стал падать. Такую историю можно рассказывать снова и снова. Про самых разных людей. Конечно, подробности тоже бывают разными. Но всегда есть нечто общее. Не бывает так, чтобы падение произошло вдруг. Все это постепенно. Но какой вывод из этого нужно сделать? Такое может случиться с каждым из нас. Такое происходило с величайшими людьми. С самыми благочестивыми людьми. Такими, например, как Давид. Человек по сердцу Божию. Давид нарушил четыре из десяти заповедей. Он пожелал чужого. Он украл. Он совершил убийство. Он совершил прелюбодеяние. А этот человек по сердцу Божию. Как такое происходит? Да вот так же, как и в ситуациях, которые я сегодня описывал. Но есть еще один важный вывод. Падение совершенно не обязательно должно быть финальным, конечным. Нет. Всегда есть путь к восстановлению. Восстановление происходит через сокрушение сердца. Бог это делает. Он сначала нас сокрушает, чтобы нас восстановить. Так было и с Джеффом. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok